Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! — Напоминаю, у нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы, рассказывайте истории. Мы готовы обсуждать, наверное, любые темы. — Да, мы подписывались под любые. Пока свою подпись я, по крайней мере, не забираю. Я сейчас все больше вижу вопросов, или, точнее, можно было бы сказать так, все меньше вижу вопросов, в которых психологии как таковой нет. Ну, это любые вопросы. У меня есть идея сегодня тоже об этом как-то, ну, какую-то такую петлю сделать. Ну, в общем, это вот часть нашей жизни. Наше общество психологизировано, ну, крайне сильно, в смысле, и говорит на этом языке, и использует специфические термины и так далее. Поэтому, да, ну, мы попробуем какие-то эти вопросы обсуждать. Мы сами их обсуждаем, и если они есть у вас, то я думаю, что мы попробуем найти в них психологический, читай, человеческий компонент. — Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, предлагаю вспомнить нашу прошлую программу. У нас было два звонка от Елены и Екатерины, и они были между собой связаны, потому что тема была общая, хотя, ну, речь в каких-то моментах шла о разном. Суть разговора, напомню, для тех, кто не смотрел, была о потере. То есть, да, Елена рассказывала о том, что была закрыта группа психотерапевтическая, в которой она ходила. Она сейчас переживает потерю и не может... — И идет на другую. — И идет на другую, да, но при этом у нее очень сильное сожаление о том, что вот прошлое и то хорошее, что было, оно уже закончилось. И мы говорили о надежде, как надеяться на будущее. Ну, пока там надежды не особо вот она просматривалась, но тем не менее мы получили от Елены отклик, обратную связь какую-то, да, после этой программы. Расскажете, Алексей? — Ну, я, может быть, дословно не помню, может быть, как-то Елена, может быть, как-то нас скорректирует или еще. Ну, интересный, важный отклик о том, что как-то, видимо, мы разговором совместным таким достигли, пришли к тому, что Елена написала, что вот это... — Ну, она связалась с нами через социальные сети. — Да, вот это прошлое стало, ну, может быть, не таким давлеющим, не таким... — Сожаление по поводу того, что ушло, стало не таким сильным, да. Есть возможность полагаться и надеяться на будущее. Но я от себя хочу добавить к этому комментарию о том, что ведь мы, ну, по крайней мере, я об этом помню, всегда, когда есть отклик, я об этом помню, что мы постоянно, мы, являясь сами изменяющимися существами, хотя бы в плане настроения и в плане каких-то оценок, и в плане каких-то переживаний, мы, ну, эти отклики можем давать хотя бы хоть каждую минуту, да, и, возможно, что-то меняется в одну сторону, в другую. То есть я к чему? К тому, о чем сказала Елена. Мы можем прислушаться, но, возможно, там тоже будут какие-то трудные времена, возврат, сожаление, а может, оно поменяется на радость. Ну, в общем, мы как-то так живем. Мне кажется, что в этом смысле важно не столько получить один позитивный отклик и на нем зафиксировать себя. О, классно. Хорошо, что стало хорошо. Я думаю, что мы движемся в ту сторону, где мы способны, ну, совладать, что ли, с разными откликами, которые у нас есть. Ну, иногда это бывает очень тяжело, иногда бывает катастрофически тяжело, но где-то мы знаем, что может быть полегче, где-то мы обращаемся за помощью к друзьям или к людям, к специалистам. Ну, в общем, это вот, я об этом хотел сказать, о динамике. Но в любом случае спасибо, Елена, вам еще раз, что вы звонили, что вы как-то с нами связываетесь, пишете. Ну, это меня лично согревает просто таким человеческим каким-то откликом, человеческим общением. Конечно, я присоединюсь к вам, Алексей. Не стоит нам сразу, наверное, ставить галочку. Вот, классно, мы помогли, поговорили немного. Человек достаточно живая структура. И вот эти процессы, которые происходят, ну, даже в ситуации потери, это же какая-то определенная динамика, да. Но сегодня я все больше фиксируюсь на каких-то вот грустных чувствах, да. А завтра моя же психика начинает обращать внимание, ну, не знаю, на красоту окружающего мира. То есть какой-то баланс меняется, и человек постепенно, ну, у него есть внутренний ресурс и способность выйти из этого состояния. Просто кому-то нужно больше на это время, никому-то меньше, но кто-то бывает застревает в негативных, вот если выразить так, чувствах. Практика показывает, что у нас есть ресурс. Да, и мы на нее можем полагаться. Практика человеческих взаимодействий. В широком смысле, а в узком смысле это практика психотерапии, психологии, да, это в узком смысле человеческие взаимодействия. И мы способны в них, конечно, ну, как-то куда-то двигаться. Ну, можно назвать это эволюционировать, да, то есть двигаться из старой версии себя, знакомой версии себя, тревожащейся, может быть, не сильно счастливой, к более счастливой какой-то, более включенной версии себя, да, ну и так далее. Это какое-то движение. Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Алексей, вы сказали, что сегодня хотели бы поговорить о том, как психология проникает во все сферы нашей жизни. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей. Ну, просто мне показалось, что это, ну, для меня это было содержательным, важным и интересным на приемах последних. Я сейчас такой немножко крутой разворот, может быть, сделаю, а я думаю, что мы вернемся, может. Речь шла, ну, буквально несколько консультаций, ну, они называются первичными, когда специалист и его, ну, возможный будущий клиент или пациент встречаются первый раз. Почему будущий, почему возможный, потому что, ну, они еще пока не договорились о сотрудничестве, они договорились, что он, они работают в паре. Обычно на первой встрече доктор выполняет консультативные функции, скорее, не лечебные, а консультативные. А тот человек, который приходит, он в меньшей степени пациент, а в большей степени человек, который принес, ну, какие-то, может быть, результаты обследований, историю о том, что он уже куда-то сходил вот к этим специалистам, к этим, он приходит к консультанту, чтобы тот, ну, высказал свое мнение. А приходит потому, что могут быть вопросы в терапии, так ли меня лечат, или меня лечат, но почему-то что-то, ну, там, не изменяется, да, не так быстро. Вопросы в диагнозе могут быть, вопросы в перспективах, вопросы в смене лечения. Я специально медицинским языком говорю, но, в принципе, в психологии те же самые под другие, в других словах, но те же самые вопросы возникают, да. К чему я? И вот было несколько встреч, и я захотел этим поделиться, когда люди пришли от, ну, по сути, от невропатологов, от неврологов. То есть, ситуации после инсульта, помните, нас спрашивала одна зрительница, да, вот, ситуация после, ну, вроде бы, такого достаточно распространенного остеохондроза с длительным течением, с трудностью в передвижении, вот. И вот в течение длительного, или с головными болями было, да, вот в течение длительного времени люди, мои, вот, будущие, возможно, пациенты, да, пришли с этими диагнозами. Собственно, неврологи их направили для того, чтобы поговорить, ну, вот, вам, наверное, нужно сходить к психотерапевту, говорит невролог. То есть, неврологи вот эту рекомендацию дают уже, когда, ну, наверное, свой какой-то спектр обследований, назначений уже прошли? Или это прямо на начальном этапе, говорят, вот, мы будем вас лечить, а вы еще параллельно сходите к психотерапевту? Ну, это, кстати, касается, да, в данном случае это речь была с неврологами, но также это может быть с хирургами, ну, в смысле, с гастроэнтерологами, после хирургических каких-то оперативных вмешательств, там, терапевты и так далее. Да, человек уже прошел какое-то время в лечении, в обследовании, и иногда это бывает так, врач говорит, то, что с вами происходит, ну, жалобы, мы на своими методами исследования, компьютерная томография, там, анализы крови, снимки еще какой-то, УЗИ, да, мы не находим адекватных нарушений вот этого материально-соматического, органических нарушений каких-то, которые могли бы объяснять вашу симптоматику. Ну, например, с тем позвоночником, который у вас есть, вы должны двигаться более-менее хорошо, вы должны наклоняться. Или, там, с теми суставами, которые у вас, которые мы видим на снимке, с теми головками, да, с той хрящевой тканью, вы должны ходить и не хромать. Или с вашим МРТ и проверкой сосудов у вас не должно быть вот приступов головокружения. Или таких сильных приступов, да, страхов, как вот то, что сопровождает панические атаки. Да, то есть мы, например, вы прошли ультразвуковую диагностику сосудов шеи, там есть какое-то изменение просвета артерий, да, но это не должно, не может объяснять тех ситуаций, где вы периодически падаете в обморок, или точнее ощущаете себя, что вот вы потеряете сознание. Вот. И иногда даже, как я уже сказал, такие люди в течение длительного времени получают неврологическую помощь, и, ну, она в какой-то степени эффективна, в какой-то степени нет. Например, часть симптоматики не уходит. И коллеги иногда вот направляют таких пациентов к психологам, психотерапевтам, психиатрам не потому, что те сошли с ума. Ну, не коллеги и не пациенты. А потому что часть моих коллег хорошо понимает, что в той патологии, в тех нарушениях, которые у человека есть, психологический фактор имеет определенное значение. И в каких-то заболеваниях он имеет большее значение, а в каких-то заболеваниях он имеет меньшее значение. Но он всегда есть. То есть, грубо говоря, мы, как минимум, всегда видим два уровня. Один уровень – это вот телесного такого поражения, а другой уровень – и этим занимаются коллеги-врачи, ну, интернисты, как их называют, да, неврологи в данном случае. Там, ноутропные препараты, значит, капельницы, массажи, прочие физиопроцессии, ну, вот весь этот массив. И все это должно подействовать на… У нас же медицина материалистичная, в первую очередь. Это психотерапия нематериалистичная. Мы не можем никуда ткнуть пальцем и сказать, вот здесь у вас болит, да, или вот здесь у вас нарушение. Или сказать, вот вы столько слов произнесли на консультациях, да, и поэтому у вас улучшение произошло. То есть, первый уровень, он вот такого телесного, материалистичного, организменного порядка. А второй уровень – это уровень, на который никакие медикаменты, по сути, не действуют. Это уровень того, как человек понимает свое собственное заболевание. Как этот человек, который плохо двигается, как он понимает свою обездвиженность, да, что он об этом думает. Или как человек, который перенес инсульт, относится к своему инсульту. То есть, что имеется в виду? Он может ведь относиться к этому, ну, там, не знаю, цветущий 50-летний мужчина, у которого случился инсульт. У нас звонок, Лепс. Да. Здравствуйте. Все бросаем и слушаем. Да, здравствуйте. Алло. Да, да. На вопрос вот хочется задать. Задавайте, здравствуйте. Как вас зовут? Людмила. Людмила, задавайте. Вот, знаете, сейчас такая обстановка сложная. У нас на Мичурино поликлиника четвертая. Ее отдали под ковид-госпиталь. И нас разделили на революционные там терапевты и на челюшкин-сурские специалисты. Но почему-то, если надо попасть, например, что-то сделать, обязательно идти к терапевту. Там ужасные условия. Но неужели нельзя и к терапевту попасть? Просто там все себя трясутся. К нулёнкой. Большие очереди? Во-первых, очереди. Там условия не такие условия, что может быть. Вот мне надо было... Я узнала, что есть прививка от пневмонии. Я пока попала к врачу, она меня даже не послушала, ничего не посмотрела, написала. Я говорю, что у меня даже не смысл. Ну, вы же хотите делать. Потом я, значит, оттуда с революционной поехала за челюшкин. Там уже больше всего 5 прививок. Это я просидела 3,5 часа. В таких условиях. И там все... Это ужасно. Вот вы пошли, вы посмотрели, в каких условиях принимают терапевты. Я к ним никаких претензий. Но нельзя же людей в таких условиях. Ну, почему именно вот терапевт? Класс заболел терапевт. Людмила, а у вас есть у самой какое-то предположение, почему так? Ну, почему это вот... Я понимаю, что сейчас такие условия, что нам делаться некуда. Ну, вот я теперь позвонила в платный в этот Мингард. Думаю, пойду за деньги, тогда узнаю. Мне сказали, приемная стулька, мне надо 4 тысячи заплатить, чтобы попасть в прививку сделать. У меня просто не в состоянии, я пенсионерка. Людмила, а такой вопрос. Вы еще с нами, да? Да. Вот вы говорите, я понимаю, но ведь попасть к узким специалистам через терапевта можно было и до текущей ситуации. Ну, как текущей? Я звонила целый месяц, не было прививок. Угу. 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 А терапевт во втором сентябре, ну, пока я попала туда-сюда, ну, вообще, я не понимаю, зачем к терапевтам заходить? Угу. Она даже не послушала, ничего не сделала. Ну, вот, то есть... Пока я не попросила, я говорю, ну, мне хоть попасть туда поставить, чтобы лёгкий посвали. А вам надо? Надо. Угу. Сестра просто жарила, говорит, ну, давайте я вам еще раз проверю это. То есть объяснение... Объяснение, может быть, пока одно, это так работает, потому что так сложились условия, да? Да я понимаю, что так сложилось, но почему мы должны страдать? Зачем нам терапевт? Вот мне надмирно идти к пульмонологу или к кому-то. Я... Зачем мне терапевт? Угу. Вообще, это неправильно все. И все сидели, возмущались, живая очередь. Там просиделось вообще 3,5 часа. Сюда пришла уже прививка, нет. Ну, как-то все это нереально. Сейчас, в данном случае, понятно, если тебе нужен терапевт, я понимаю. Но это он мне не нужен. Я сделала все прививки от комеда. Там прям в одном кабинете ты напишешь, а другой кабинет идешь делать. А здесь идут, нет, надо идти к терапевту, он тебе написал. И ты должен идти. А я ей сказала, ну вот, все, если я не попал. Ну, нет, на завтра все справка уже не действительно. Тогда узнаете, как будет. Опять придете, я вам дам справку. Зачем она мне? Как-то все, знаете, человеческий делает. Спасибо за звонок, Людмила. Спасибо за звонок. Спасибо, Людмила, за звонок. Я сейчас слушал и думал, ну вот, Алексей. Такое, да, негодование на текущую ситуацию и на те семь кругов ада, которые сейчас, к сожалению, приходится проходить ради получения каких-то медицинских услуг. Я сейчас думал вот о чем. Мы ведь поговорили о том, что и предложили людям звонить. Вот Людмила позвонила, да, и это вопрос к самому себе. Ну вот, найди здесь психологию, да. Где здесь психология в том вопросе. Ну, по большому счету, как я понимаю, все-таки не в вопросе. То есть Людмила не вопрос задавала, и вы сейчас об этом сказали. Это скорее был выплеск эмоциональный такой, да? Да, выплеск. И я сейчас благодарен коллегам, которые за пультами работают, и мы послушали. Ну, то есть не прервали Людмилу, потому что я думаю, что она озвучила те переживания, которые свойственны для большого количества людей. Ну, по крайней мере, для тех, кто в той очереди сидел и кто менялся с Людмилой вот этими переживаниями. Это какое-то переживание, судя по всему, бессмысленности. И с бессмысленностью очень рядом находится злоба. То есть я... Бессмысленности, бессилие, да, изменить эту ситуацию. И хотя бы вот она же говорит, я понимаю, ну, что так вот. Но зачем? Все равно зачем, да. Все равно хочется как-то изменить эту текущую ситуацию, хотя наверняка жизненный опыт Людмиле подсказывает, что вряд ли эту ситуацию вот так вот на раз-два можно поменять, улучшить как-то, да, и сделать удобной для всех. Ну, да, и вот это вот одновременное понимание и непонимание, то есть я понимаю, что для этого есть определенные условия, но я не понимаю, почему так сложилось или зачем это все, да. Вот Людмила, на мой взгляд, ну, как-то продемонстрировала, озвучила, наверное, сейчас, ну, достаточно характерную, я и по себе знаю, и по людям, с которыми общаюсь, вижу эту, ну, эту такую раздвоенность, расщепленность. То есть непонятно, зачем это нужно. Да это в семьях даже бывает, да, когда между собой родственники. Вот если не брать контекст, который Людмила озвучила, а вот это вот, я вроде с одной стороны понимаю то, что происходит, но зачем это вот именно таким образом устроено, я не понимаю. Ну, и тогда что, этот вопрос нужно или стоит откликнуться на, тоже вопрос кому, стоит откликнуться на вопрос зачем, то есть если бы было больше понятно зачем, то беспомощность и безвыходность была бы не такой беспомощной и безвыходной. Ну, то есть, когда я знаю, зачем я сижу. Ну, да, интересно, с какими ожиданиями Людмила шла, то есть, ну, наверняка она знает, что сейчас в поликлиниках все очень сложно, большие очереди и много больных людей сидят в очередях. То есть ожидание, может быть, было, что это вот все, я приду, и там медики обрадуются, что я хочу сделать прививку от пневмонии, а реальность оказалась другой. Это может вот ожидание делать свой вклад вот в эту злость, в раздражение, которое мы услышали, в негодование какое-то? Ну, все может. Мы сейчас, я думаю, что если будем думать за Людмилу, мы сможем думать только своими двумя головами, да, но в какой-то степени предполагать варианты, которые могут совпасть, а могут не совпасть. Совпасть с тем, что происходит. И в моей голове по поводу похода в поликлинику несколько голосов. Один голос говорит, я как пациент не обязан, не должен, но это не моя работа, знать, что там происходит в поликлинике. Поликлиника – это здание, где работают медицинские специалисты. Я бы хотел туда прийти и какую-то помощь получить. Один голос во мне говорит. Другой голос говорит, ну подожди, ты же знаешь, какая ситуация, да, врачей перекинули, у нас пандемия, там, и так далее, и так далее. Масса всяких прочих вещей. Третий, может быть, голос говорит о том, что, ну, тянуть больше некуда, мне нужна эта прививка, потому что я там напугана, и мне нужно, ну, там, что-то такое, да. А четвертый голос скажет, не ходи. Вот, и ведь… Ужас, сколько очередей и больных, не ходи. И ведь вопрос иногда заключается в том, как согласовать все эти голоса внутри себя. Это во-первых. А во-вторых, кстати, по поводу очереди, вот это хороший вопрос, зачем сидение в очереди предполагает, ну, вот такие философские, может быть, размышления, когда я сам себе пытаюсь на этот вопрос ответить. Ну, потому что ни вы, сидящие в очереди, ни мои соседи мне не могут. Я спрашиваю, слушайте, а зачем мы здесь сидим? Ну, потому что нам надо к терапевту. Ну, хорошо, а зачем нам к терапевту? Почему мы не можем сразу пойти к пульмонологу? Ну, люди сидят, пожимают плечами, проходят по коридору медсестра. Я могу у нее спросить, она может сказать, ну, например, такое распоряжение. Ну, протокол такой, да? Да, да. А зачем? И этот вопрос снова упирается в стену. И, по сути, я думаю, что я сейчас вот выкручиваю в психологию, может быть, я пользуюсь. Я не отвечу, естественно, вопрос Людмилы, зачем? Ну, кроме как медик, может быть, кроме того, что уже известно, да, что так организована сейчас система. Мы, в общем, и медики не… Ну, терапевты, как врачи общей практики, они знают по чуть-чуть про многие заболевания, и тогда они точнее, чем сам пациент, придумав, возможно, у себя в голове некий диагноз, да, врач все-таки после осмотра целенаправленно направит. Здесь очень много нюансов, Елена, очень много. Я думаю, что я туда не пойду. Почему так организовано? Потому что, ну, просто мы закопаемся в этом. Знаю про это, потому что и сам работаю врачом, и читаю регулярно переписку докторов, как происходит там в других городах и так далее. Вот. Но ситуация очень сложная, в общем, да, терапевт – это то бутылочное горлышко, через которое должна пройти масса людей и получить направление к каким-то другим специалистам, специалистам, которых тоже сейчас совсем мало, потому что они пошли все… Их и так было немного. Большая часть пошла просто на борьбу с ковидом. Я вот к чему хотел вернуться. Я так немножко затороторил. Ну, тут много очень всего. Я думаю, что вот на этот вопрос «зачем?», на который никто… Возникают ситуации, где на этот вроде бы простой вопрос «зачем?» никто нам не может дать внятного ответа. И нам приходится… Ну, ведь хороший вопрос, он лучше, чем «почему?» Вопрос «зачем?» Ну, в общем, да. Если я понимаю разницу. Просто бывают ситуации, когда люди не сильно видят разницу. Ну, скажем так, для них не существует разницы. Ведь разница существует только тогда, когда я начинаю это различие обнаруживать. Если я не хочу обнаруживать различие, для меня все вопросы будут одинаковые, да? Но на этот вопрос «зачем?» Наверное, придется Людмиле самой себе в какой-то степени отвечать. Не про медицину. И нужно будет найти себе такое объяснение, которое успокоит немножко эту бурю чувствований внутри. Об этом речь? Я полагаю, что Людмила и звонит, если я правильно делаю ударение, да, к нам в студию, потому что ей нужен другой человек, чтобы ответить на вопрос «зачем?». Возможно, все операции и процедуры с самой собой в связи с этим вопросом она уже произвела. И нужен другой человек. Ну, например, медик, сидящий в студии телепрограммы. Ну, я хотел к чему сказать? К тому, что с этим вопросом как раз и приходят к моим коллегам, к психологам и к психотерапевтам. Иногда, помыкавшись, не найдя ответа у близких, у друзей, да, у самого себя, идут на прием и задают им этот вопрос. Ну, например, почему мир так несправедлив? Ну, в целом. Ведь вопрос Людмилы сейчас можно и так услышать, да, почему мир ко мне несправедлив? Почему в Самаре медицина так ко мне несправедлива, да? Или там, почему еще какие-то вещи происходят, да? Ну, это вопрос об отношениях, да? Почему меня три часа держат? Почему так мало прививок? Но всегда за этими вопросами есть личностное звучание. Ну, да, я тоже подумала об этом, что, скорее всего, близкие родственники, про которых вы говорите, кому могла бы Людмила это рассказать, они вот в лобовую будут отвечать на этот вопрос. Почему так? Ну, потому что так устроена система, потому что сейчас много народу, потому что вот то-то, то-то. именно вот специалист-психолог-психотерапевт, он обратит внимание вот действительно на личностные, да, какие-то личностные звучания за этим вопросом. И не будет кидаться сразу ломать с головой отвечать вот на такой вот поставленный вопрос. Не будет отвечать, потому что профессия, ну, я так собирательно сейчас психолога и психотерапевта в том, чтобы помочь. Мне очень нравится, есть наш коллега, вы тоже его знаете, Владимир Александрович Винокурн, и он говорит замечательную фразу, ну, он так ее регулярно повторяет, я думаю, что он тоже ее у кого-то услышал, ну, в данном случае, что наша задача, как психотерапевтов, помнить, что ответ у человека уже существует, ну, где-то там, и нам вместе с ним нужно помочь ему этот ответ, ну, или вспомнить, или найти. И это очень важная позиция. Ответ существует не у меня, не у вас, ну, про Людмилу, не у министра здравоохранения. Если мы не говорим о здравоохранении, а говорим об эмоциях, ну, о том гневе, да, например, то ответ лежит только в душевном психическом пространстве Людмилы. И тогда здесь может появиться, не в том смысле, что я рекомендую, я как пример, естественно, да, может появиться специалист, который сам из своей психики не дает ответы, не говорит, вот зачем, он скорее, его работа в том, чтобы человек как-то приблизился сам к этому пониманию, зачем, да. Причем это понимание было бы не пустым, а вот оно зачем. Я понимаю, зачем, но жить мне от этого легче не стало. Ну, я такой нагруженный знаниями хожу о себе, сейчас это тоже такая модная вещь, я все о себе знаю, о своих границах. Ну, да, приходят консультации, я уже это проработал. Да, я нарцисс с нарушаемыми границами и нарушающими, или я зависимый тип, или я там такой-сякой, у меня депрессия. Но я все это прочитал, мне это часть коллег, специалистов сказали. Правда, я не знаю, что с этим делать. Алексей, спасибо за сегодняшний разговор, спасибо Людмиле за звонок. Очень интересную тему мы подняли. Пора прощаться. Да, спасибо, что вы сегодня были с нами. Ну, и до следующей встречи, в следующий вторник. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова